Всем привет, с вами Миха. Продолжаем свалпать М54Б30 и заниматься тормозами. И, в общем-то, изготовили вот такие вот штуцера с резьбой М12 Шаг 1. И у нас они вот отлично садятся, вкручиваются в наш ГТЦ от BMW X3. И сейчас будем изготавливать трубочки, которые у нас будут включаться к тормозной магистрали заднего контура. То есть вот этот у нас штуцер пойдет на задний контур. А этот мы сделаем через тройник, и у нас будет раздваиваться на левое колесо и на правое колесо. Для работы с тормозными магистралями нам понадобится такой вот набор для вальцевания тормозных трубок. Дешевые не берите, ибо они отъебывают часто, а именно ломаются. Это самая основная ходовая насадка, такая вот, которая для обычных классических тормозных трубок 5 мм в диаметре. Значит, также нам потребуется сама тормозная трубка с фитингом необходимой длины. И здесь я взял обычную тормозную трубку, которая у нас шла на цилиндр сцепления в коробке передач, которая напрямую стояла от рабочего цилиндра сцепления до главного цилиндра сцепления. Ее, соответственно, мы и возьмем за основу. Здесь у нас уже имеется штуцер, имеется уже здесь развальцовка. И, в общем-то, приступаем к установке. Сначала промерим трубку и загнем ее как надо, как мы видим, чтобы она стояла более эстетично и красиво. А дальше завальцуем. Итак, подгибаем нашу тормозную трубку. Подходящий размер и изгиб. Здесь делаем немножечко с запасом, используя обычную изоленту. Примеряем, сколько нам надо отрезать примерно, с учетом грибка, который образуется. Все остальное подтянется. И, соответственно, сейчас будем откручивать штуцер и подрезать и вальцевать трубку. Ну и по итогу вот такое вот соединение у нас должно получиться. Ну и, соответственно, с этой стороны. Ну и, в общем-то, финальный результат того, что должно получиться. Итак, сделал еще одну трубку. У нас идет передний тормозной контур. Через тройник. Тройник прикрепил на штатное место. Место топливного фильтра. Топливный фильтр у нас будет располагаться уже в другом месте. В области топливного бака. Где сейчас располагается топливный насос. А топливный насос переедет в бак. Положил к левому колесу еще одну трубку. Вот так вот выглядит со стороны колеса. Радует то, что не отгнил сам кронштейн крепления тормозной трубки. Шланга. Обычно у всех он отгнивает. Время от времени отдираю в шумоизоляцию с машины. И, короче, здесь вот такие вот нюансы поднимут. Жапорукая сварка. Видимо, дыра здесь вот. И вот так вот ее, короче, приварили. Просто пришлюкнули и прихватили. И все. Дальше еще закрыли вот этим дерьмом. Испохабили также моторный щит. Замяли здесь. Видимо, мотор с коробкой не пролазил. Взяли кувалду и замяли. Пиздец, просто криворукие ублюдки. Ну, теперь это только выпрямить можно с той стороны, когда печку, если только снять. Разобрать салон и снять печку. Также захерачили телевизор, чтобы генератор, шкип генератора пролез. Насос или чего там еще, не знаю. Короче, здесь вон тоже все помяли. Масса охеренная. Всем массам масса. Кольцовка оторвалась. Ну и хер с ней. Так, прикрутим. И так сойдет. И так сойдет. Разъемы флар. У нас теперь уже не разъемы. О, не, вытащишь, смотри. Ну, что тут у нас? По красоте все сделано. Ура, я это сделал. Я достал колесный болт из лонжерона. О, слушай, я тут колесный болт нашел. Сейчас снимем вакуумник, чтобы более грамотно проложить трубку тормозную. И, соответственно, убрать вот там вот очаги коррозии. Все это дело обработать, обмазать и закрыть. И заодно сразу сделаем тормозную трубку. И вот здесь надо будет все это дело очистить от клея, которым была приклеена шумоизоляция. Какой-то он тут взят жуткий. Почистим все это тоже так же обработан. Дальше разберем, что там у нас находится. И проложим нормальную трубку тормозную. Дальше разберем. Смотрите, что происходит под этой фольгированной якобы шумоизоляцией. И вот так вот, блин, отремонтировали все это говно. Пиздец. Пиздец. в общем вот такая вот у нас получилась тормозная магистраль правому колесу все еще сразу сделаем магистраль на сцепление на штатное место через гибкий шланг здесь у нас пойдет жесткая трубка а дальше пойдет гибкий шланг или соответственно все это делать все равно будет снять да вот это вот все область вот этот который идет все обработать под аккумуляторной полкой будем заниматься потом потому что и варить надо вот а здесь надо сделать все до того как будет установлен установлен двигатель сами трубки последующем заменены вот эти пластмассовые вот на такие вот и алюминиевые также надо будет заменить карданчик рулевой потому что он имеет люфт и стучит слышно на камеру и вместо него поставим вот такой вот рулевой карданчик который не имеет люфтов который отлично сюда подходит вот так вот в общем пусть сохнет вставляем все это дело завтра уже она обработаем шовным герметиком где-то необходимо и соответственно перейдем дальше работе покрасим эту область в общем пока наш герметоз сохнет займемся изготовлением трубки которая пойдет вот цилиндра сцепления и его на то ухо и дальше будет гибкий шланг уходить в коробку передач и вот что нам понадобится резиновый тормозной шланг тормозная трубка пружинка и все это дело сейчас будем подгонять ну и в общем то вот так вот это все должно выглядеть дальше гибкий шланг пойдет рабочий цилиндр сцепления который будет давить у нас вилку сцепления в общем задул моторный щит черный цвет и перед тем как ставить вакуумник надо заменить рулевой карданчик чтобы удобнее было все это дело открутить и поставить рулевую рейку как положено потому что ее опять же по руки неправильно прикрутили еще раз повторяю блин в каждом видео повторяю вот эти вот болты они прикручиваются не на первый ряд отверстий а на второй первый ряд отверстий это для механической рейки второй ряд отверстий вот эти вот сделаны под гидравлическую рейку здесь у нас гур рейка гидравлическая соответственно ее надо ставить на второй ряд отверстий вот на эти они как вот сейчас она стоит это неправильно в общем отдравил балку от залежи говна и ржавчины чуть почистил рулевую рейку уже как-то более-менее глаз радует пока она сохнет установим старую удроченную массу вуаля масса восстановлена чудо жоп магический прикрутил на место рулевой карданчик и вот теперь у нас ничего не стучит шатай не шатай все сидит плотно и надежно собираем дальше в общем собрались здесь все такая вот красота у нас получилась трубки опоры двигателя поставил ну как поставил так накинул в общем опоры двигателя при свапе м50 м52 м52 м54 ставят следующим образом то есть они у нас здесь как я уже предыдущем видео говорил используется от бмв е34 с двигателем м50 и они у нас эксцентриковые то есть сама шпилька смещена от оси и устанавливается следующим образом то есть получается левая водительская подушка у нас ставится вот этим вот отверстием в сторону водителя соседняя правая подушка ставится вот этим отверстием в сторону телевизора и в общем таким вот образом они устанавливаются и далее уже двигатель с лапами свободно на них одевается также заменил трубку которая идет на главный цилиндр сцепления вот она старая совсем что-то прохудилась раздобыл тут фишку нужную которая у нас так вот снимается одевается дошла от бмв е46 и дальше я срастим с этими соплями но их обрежем и соединение у нас все будет самом блоке предохранители то есть как положено вот отсюда пойдет провод они как вот здесь вот вывели там четко снизу подосрали а теперь будем готовить мотор к установке и начнем пожалуй с выпускных коллекторов также для свапа нам необходимо переварить выпускные коллектора а именно что касается первой тройки цилиндров и сделать таким образом чтобы сам фланец у нас переместился чуть дальше ближе ко второй тройки цилиндров делается этот для того чтобы убрать фланец из проекции балки то есть у нас под фланцем проходит балка и дальнейший монтаж-демонтаж выпуска становится затруднительным поэтому нам сам фланец надо переместить чуть дальше для этих целей у меня есть такая вот приспособа на которую крепится все коллектора две штуки и соответственно такая вот площадка который потом после отпиливания фланец перемещается на площадку и дальше подваривается удлиняется дуба и сейчас первым делом нам надо подрезать и перекрепить сам фланец на площадку по итогу мы должны получить вот такой вот распиленный коллектор сам фланец у нас уже сидит здесь также не спешим выбрасывать сам этот кусок отпиленный потому что у нас пойдет вот таким вот образом то есть он здесь вот коллектор будет привариваться вот эта часть которая у нас здесь промежуточная остается будет наращиваться трубой но сам сам вот этот изгиб желательно еще чуть-чуть укоротить чтобы у нас сами вот эти вот части отпиленные были в одной плоскости то есть когда мы подрежем у нас самый сгиб немножечко вниз провалится и соответственно у нас как раз будет прямая плоскость для того чтобы просто варить трубу в кругу после того как мы вывели в одну плоскость наши заготовки соответственно смотрим чтобы у нас вкручиваемая лямбда проходила мимо соседнего коллектора дальше берем сварку и аккуратненько прихватываем вот эту вот часть потом перейдем подгонки самой трубы которая будет соединять светоделок после того как наша вставка нормально стало с минимальными зазорами которые в последующем заварится поступаем к суварке обвариваем все это дело после того как наш коллектор сварим мы еще замотаем одной интересной залипкой вот такой вот термоленты не знаю правильно неправильно намотал но вроде плотно первый раз эту херню мотаю что как-то так уже через снял старые подушки двигателя и короче вот водительской подушкой вот бутерброд и шайб обнаружен это одна еще в яму упала пипец еще забыл упомянуть то что на их пусть